Вот, пожалуйста, молчаливое поклонение религиозным святыням. Для этого и выделяется определенное время. Господа, я прекрасно понимаю, что в группе находятся представители и иных религиозных конфессий, иных философских направлений. Выделяемое время такие гости могут использовать для дополнительного знакомства с базиликою, в которой существует сокровищница. Господа, вход в сокровищницу на прошлой неделе стоил 8 евро. Что в сокровищнице? Я покажу обязательно, где она находится. Уникальные вещи и предметы. Далматик Карла Великого, крест Юстиниана, крест Факи. Потрясающие ювелирные изделия, которые являются ничем иным, как киотами для сохраняемых религиозных святых. Это все в сокровищнице, которой я предлагаю любоваться, используя свободное время тем путешественникам, которые являются представителями иных религиозных конфессий и, возможно, мира атеизма. Господа, к сожалению, ваше свободное время истечет к 17 часам. Запишите себе, пожалуйста, абсолютно все гости. К 17 часам. Господа, я не сказала в 17. Нужно прийти хотя бы без пяти. К 17 часам. Самостоятельно выходящих из базилики гостей я буду собирать. В центральной части площади с названием Сан-Пьетро. Запишите себе, пожалуйста, не полагаясь на вашу память, каникуляра и отпускника. К 17.00 пьяца, площадь Сан-Пьетро. К 17.00 пьяца Сан-Пьетро. Собираемся где? В центре площади вы увидите гигантский обелиск. Именно он является стержнем площади. У этого обелиска высотой 26 метров и будет собираться к 17.00 наша делегация. Собидительная просьба, господа и дамы, подходя к месту сбора, обелиск, пьяца Сан-Пьетро. Первое, что вы делаете, это очень важно, регистрируйтесь в моем списке. Только после чего сдаете радиоприборы. Пожалуйста, ни в коем случае не отдавать радиотехнику прибор, если вы не зарегистрировались в моем списке. Только после этого сдаете радиоприборы. Господа, ровно в 17 часов я нашу делегацию уведу на подземный паркинг государства Ватикан, куда будет подан автобус. Отсюда очень важный вывод. Коль вход в подземелье, знаю только я всем гостям, желающим вернуться времени, рекомендуется собраться к 17.00 пьяца Сан-Пьетро у гигантского обелиска высотой 26 метров. Господа, если вы опаздываете, вы рискуете добираться времени самостоятельно с использованием двух поездов. И вам возвращение обратное обойдется 48 евро. Господа, я призываю вас к 17.00 пьяца Сан-Пьетро собраться абсолютно всем у обелиска. На всякий случай запишите, пожалуйста, мой мобильный номер телефона, который я включу только в 16 часов 15 минут. Почему? Господа, я ведь целый световой день веду экскурсионную программу, и у меня не будет возможности... Спасибо.